интересуешься олдскульной аудиоаппаратурой хочешь знать как и на чем слушали музыку до появления компьютеров и смартфонов тогда тебе сюда обзоры и ремонты первые включения и мини влоги на данную тему ты найдешь на канале кассетный мальчик ссылка в описании ну что друзья всем привет значит хочу еще напомнить вам о том что в описании также находится ссылка на группу вконтакте в которой вы должны ну кто хочет конечно регистрироваться для того чтобы участвовать в дальнейших наших розыгрыша розыгрышах нужно регистрироваться в этой группе вот значит сегодня у нас видео видео сейчас я включу вторую камеру вот так значит сегодня у нас видео немножко немножко обзора и немножко ремонта значит ну включил я этот ноутбук который у вас был с арабской клавиатурой тастатуры вот он рабочий рабочий единственно что надо его матрицу менять менять матрицу вот эту бы крышечку тоже по моему где-то у меня такой ноутбук есть я посмотрю и возможно мы этим займемся вот она пока значит в принципе больше что у нас дальше сегодня я хочу проверить как раз вот этот усилитель фирмы саба он уже включен подключена колонка для того чтобы колонку я хочу поменять динамик высоких частот с этой колонки поставить сюда вот но и для этого нам нужно конечно же его сначала проверить рабочего нет вот поэтому значит уже все у меня подключенном нет остается только по моему добавить звук я звук добавляю и слушаем да динамик рабочий вот можно сделать можно выключить единственное что я хочу проверить сейчас это проверить сам усилитель на наличие звука на двух каналах для этого я сейчас по цене наушнику вот мы послушаем что да он рабочий баланс оба канала работает в общем все нормально можете слышать да вот поэтому в принципе можно выключить вот ну и подключить выключаем его из сети убираем наушники переходим конкретно к разборке к разборке колонки такие колонки я еще не разбирал я не знаю как они разбираются но в принципе вот я уже вижу я уже вижу небольшую проблемку точнее это не проблема здесь значит шурупы 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 с шестигранником необычные шурупы а с 6 сейчас нужно найти шестигранник где-то они у меня здесь были искать что у нас тут значит кстати вот динамики я посмотрел ю тубе такие динамики тоже можно ремонтировать покупать отдельно называют резиновые диффузоры вот значит что сейчас у меня получается открутить простой отверткой поэтому все-таки придется искать шестигранный поэтому я пока на время выключусь ну вот ключик найден сейчас будем откручивать все немножко неудобно делать вот такой найти чтобы вставлялся в мою электро электрошуруповерт за неимением лучшего будем пользоваться этим вот что хочу сказать в этих колонках от фирмы очень хорошие качественные всегда делают эти вещи вот кстати находили их уже много раз уголомки такие туго идет вот не всегда они были поломаны очень часто находил и рабочие в рабочем состоянии такие в идеальном состоянии находил вот мы всегда скажем они без проблем продавались вот поэтому сейчас стоит того чтобы переставить этот динамик тогда уже поставить на продажу в колонке вот контроль здесь идет контроль 1 зомакс это в принципе такая же фигня это тоже код джиме и ну только другая какая-то серия я не знаю как это назвать практически они одинаковые вот значит что хочу сказать еще по поводу пока разбираю здесь все да и будут кое-что кое-что болтать последнего розыгрыша у нас человек который выиграл я ему уже все отослал вот буквально на днях получит это все потому что оказалось что тоже из германии поэтому посылка к нему придет быстро вот ну а мы на следующей неделе будем делать еще один розыгрыш и как я уже и сказал в начале видео пожалуйста вы должны для того чтобы участвовать в розыгрыше вы должны зайти в группу вконтакте по ссылке зарегистрироваться вот для того чтобы там потом делать посты то есть поставить видео которое там есть ну что вот она вот она вот значит а потом все это будет просматриваться значит если человек видео зашел зарегистрировался видео постнул значит сон автоматически участвует в розыгрыше и никаких уже проблем возникать не будет опять же если кто-то может быть не смотрел кто-то может быть подписался новый человек хочу напомнить что для того чтобы допустим люди из белоруссии посмотрят и хотят участвовать в розыгрыше значит для этого нужно уже сделать решение вы готовы платить там ваши налоги которые белоруссии снимают за вас был у нас уже случай когда человек выиграл розыгрыше но я ему так и не послал ничего потому что не получилось то есть он не захотел сам так как это ну как он сказал это докладно для него сейчас у нас здесь немножко значит возникает вопрос как этот динамик снять отсюда что-то я подозреваю что он здесь приклеены значит динамик у нас сейчас мы разберем вторую колонку и посмотрим как это выглядит там здесь у нас более просто да хочу заметить что здесь немножко по-другому и так сейчас мы сейчас мы значит будем так какие мысли господа возникают у вас по этому поводу у меня лично у меня лично у меня лично мысли нету вот поэтому здесь вот как бы отходит лучше возможно тут у нас получится вот он отходит но еще не до конца что мы сейчас делаем здесь у нас находится клей ну какой-то типа момента не знаю мы наливаем туда немножко совсем немножко растворителя и ждем вот ждем пока он у нас немножко размякнет вот по крайней мере я другого выхода не нахожу ну а здесь пытаемся значит снять так потому что по-другому и другой клей и другой динамик кстати та форма динамика немножко другая не нужно не знаю не знаю и и и и и и и и динамик мы достали иначе что почистить гнездо для него потому что тоже было все проклеивать чтобы вычистить значит динамик тут заклепывается такие клипсы маленькие клипсики здесь ну и плюс плюс еще проклеен клеем наверное для пущей надежности чтобы он не отвалился вибрация идет когда динамика работает но и скорее всего он всегда надежности делает так вот она наконец-то теперь у нас блин короче вот так это выглядит вот не знаю ребята не знаю я его намочил растворителем сделали ошибку или нет не могу ничего сказать но по-другому вы говорите отсюда его просто не получилось поэтому сделали как сделали сейчас почистим его от клея ставим немножко высохнет растворитель сохнет быстро вот ну и можно будет его протестовать вот единственное что я боюсь если растворитель попал внутрь может быть там что-то может тоже раствориться раствориться вот поэтому поэтому вы уж не обессудьте кто занимался динамиками возможно знает как это правильно делать возможно меня сейчас матюкает и говорит что я делал неправильно ну я первый раз занимаюсь заменой вот этого динамика на этих колонках да в принципе не только замена динамика я первый раз в жизни разобрал такую колонку именно от фирмы дебилет вот эту вот поэтому скажем так мне скидка вот здесь у нас вот так вот он должен вставляться и должен тоже заклёпываться на клипсы ну и в принципе сейчас мы можем включиться послушать его зря я отсоединю провод где провод сейчас подсоединяй и прежде чем колонку проклеивать и закрывать нужно будет все таки послушать работает она теперь и вот так включаем значит что у нас здесь у нас были кабеля пишем сюда и сюда здесь у нас сюда и и и второй вот сейчас по цене подсоединяем и 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